Да, да. Игнать Тихонович. Да, вот теперь лучше слышно. Игнать Тихонович, я сейчас передаю Любовь Викторовне, Любовь Викторовне, кадастрому-уженеру смартфон, чтобы было удобнее напрямую пообщаться, более конкретно. Любовь Викторовна, Игнать Тихонович. Я слушаю, давайте, говорите. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте, еще раз. Игнать Тихонович, значит, как объясняет мне Юра, вам нужно получить в пользование земельный участок, который у вас находится рядом с вами, свободный. Правильно я его поняла? Это постановление Краевого Совета Депутатов-Трудящих принято. Через 20 лет деревня наша была уничтожена, мы добились статуса. Нам всегда это принадлежало 200 с лишним лет. И вот они теперь, тут один человек против, он не работает. Там связался с ним, он среди нас живет. И никому не говоря, у нас община. И он никому не говоря, поехал, и с кадастром инженером уже договорились, а поставили, прям дорогу перегородили. А там рядом пруд, в который я вложил больше миллиона, потому что заброшены. Каждый год трактора туда, бульдозера везли. И вот сейчас они... Ну это все закулись наделается. Выставить на аукцион. Владимир Викторович, смотрите, что вам нужно. Вам нужно сейчас найти кадастрового инженера, кто вам сделает схему земельного участка. Да, там, видите как, мы же деревню-то стали 20 лет, 30 лет назад строили. Она нам и принадлежала. Как ее у нас-то отбирать, нас никто не спрашивает, так же не делается. А как нам жить? Мы с нуля начали деревню восстанавливать. И всегда-то принадлежало это место нам. У нас границы населенного пункта восстановлены сейчас. Вот то, что вы говорите. Когда давно-давно было вот это вот село. Они восстановлены. И земля, которая не разграниченная, она считается государственной. А ваша община по закону, по действующему законодательству, имеет право на бессрочное и безвозмездное пользование этой землей. Но эту землю нужно и спросить у государства, чтобы она была вам передана официальным документом. Чтобы ее передать, нужно сначала сделать землю, померить и границы определить, в которых вы просите предоставить вам право на эту землю. Вашей общине право закрепить за вами. Именно общине. Именно общине, как юридическому лицу. По действующему законодательству, у вас есть право просить у государства бессрочное и безвозмездное пользование. Бесплатно? Бесплатно, да. Видите, тут у нас сады были старые. Ну, 30 лет никого не было, они заросшие. И мы их просим. Сколько говорили, писали, они не дают. А как вы их просите? Вы просто обращаетесь, да? Просим предоставить. Вернуть? Потому что принято решение восстановления поселка. Уже не надо ничего просить. О, корпус депутатов расписался. Губернатор. Нет, надо просить. Просить надо, потому что поселок-то восстановили. Но его восстановили в статусе населенного пункта. Ну да. А вам нужно, как землепользование, чтобы было у вас право на эту территорию. Закреплено постановлением действующего муниципалитета. Вот кто сейчас там орган местной власти, администрация района, они должны за вами эту землю закрепить. Бесплатно. Бесплатно, в бессрочное, безвозмездное пользование. Бессрочно. Я понял. За вашей общиной. Немножечко по этому обращению. Вам всегда будут отписывать и отказывать. У вас должны быть конкретные границы, которые вы просите вот в этих границах закрепить за вами право на пользование. Когда начали строить, мы обратились, где пасти, пастбище, покосы. 171 гектар они нам сделали. Исправка. Это наша земля. Испокон века была. Ну мы это сделаем. 30, 20, 200 с лишним лет этому поселению. И от начала это все принадлежало деревне. А раз принято решение восстановления, вот со всей инфраструктурой, все вместе, мы ни дорогу не меняем, ни пруды, только восстанавливаем. Да, но у вас сейчас в деревне сидят люди, которые имеют свои участки. Правильно, частные? С домами. Ну где дома стоят? Под дома. Да. Там уже частная земля, правильно? Там конкретно каждому члену общины принадлежит земля и дом. Ну да. Вот. Значит уже за минусом. Уже территория населенного пункта установлена, должны исключаться участки, которые уже находятся в частной собственности у людей. А остальная территория должна быть за общиной. Правильно ведь, так? Дело в том, что претендует на это человек, который уже имеет дом, построил, все. Но не работает. Он ищет везде, чтобы я сделаю тут гостиницу за деревней рядом. Ко мне будут приезжать и 10 тысяч каждый будет ему платить за то, чтобы был рыбу ловил. Ну это просто безумие. Этого никогда не было. Да, извините, я вас перебила. Это мне Юра объяснил. Но вам нужно сейчас перебить его желание сформировать отдельный участок. А перебить вы его можете, только сделав запрос от общины, от юридического лица. На предоставление тогда пишите на всю территорию населенного пункта, за исключением частных участков. Да, на всю территорию. На всю территорию населенного пункта, просите. Игнать Тихонович, бесплатно. Вот Любовь Викторовна очень опытный специалист. Как кадастровый инженер, очень большой опыт. Тогда есть смысл вообще запросить на всю территорию населенного пункта. То есть вот это вот то зло, которое Устинов делает, Господь может в добро обратить, если раз и навсегда вся территория населенного пункта будет всей общине предоставлена полностью. Понимаете, я ходил в земельный комитет, прокуратура края вмешалась в это. И они что ответят? Он против. Он, лог, лога, это где вода течет. Он сделал, как пистолет, выровняет, куда корова не зайдет. И вот я намерил вам 100 гектаров, и подыхайте здесь. Но это надо просто видеть. Это фашисты этого не делали. Там нельзя зайти, болото. Он говорит, вот гектары положено, я дал. Ну его кое-как убрали, а план-то остался. Ну это безбожники совершенные. Да, это я понял, что территорию они сделали, ну, скажем так, не совсем правильно. Какое же правильно? Тем не менее, чтобы Устинов и мы подобные никогда не смогли ничего забрать, вот это, то бесплатно. Юрий, Юрий. Надо просить, чтобы официально община была пользователя. Бесплатно заявлено. Юрий, я в Барнауле хожу в Краевую администрацию, архитектурное дело, они решили показать, где границы деревни, где кладбище, где конторы, где магазин. Я сижу в коридоре. Пять дней они проект делали, а потом остановлю. Говорю, почему? А денег нету, кто-то украл. Я говорю, тут два квартала. Два квартала от администрации я бы принес в руках. Нету, и все заглохло. Ну, варьё одно. Игнатий Иванович, правильно. Ну, мы это можем остваривать, этих отказов. По крайней мере, мы заявку официально подадим. Вот Любовь Викторовна сейчас более правильно объяснит. Она очень хорошо в этом разбирается. Надо посмотреть. Объяснить-то я как ему допустим. Мне надо сейчас посмотреть, как просить. Просто ситуация такая, что вот сегодня Устинов просит, завтра вообще из Владивостока кто-то попросит. И они обязаны будут эту заявку рассматривать, чтобы никто больше не пытался забрать землю, вот под свои всякие там желания. Община пускай официально подаст заявку. Ну, это можем, можем сделать, можем. Это мы можем сделать. Дело в том, что они выставили её на аукцион продавать. Уже сняли. Мы сейчас звонили. Мы звонили сегодня с Любовью Викторовной. Уже сняли. Уже сняли. Разговаривали, как он, Сергей или Александр? Александр Сергеевичем. Разговаривали с начальником комитета по имуществу. Он не на все наши вопросы ответил, но с аукциона уже сняли. Тем не менее, тем не менее, вопросы остались открытыми. Там встает вопрос, это 50 метров водоохранная зона есть или нет. Пока это вопрос открытый. Но вот сейчас пришла мысль, чтобы всю свободную землю, всю свободную землю, которая раньше была, как зона плавировки, полностью была у общины. Потому что община официально зарегистрирована. И чтобы ни один, не знаю, курильщик или прелюбодей, или пьяница не пытался забрать эту землю, как Устинов сейчас делает. У Устинову мозгов не хватает. Он сейчас не понимает, что там и озеро, и восстановление плотины – это отдельные документы, отдельное основание. Может быть, это и хорошо, что Устинов сейчас вот настолько тупой, что он этого не знает. Вот это. Но если община эту землю заберет на будущее, то есть имеется в виду всю свободную территорию, чтобы не было она свободной территории, чтобы было официально безвозмездное пользование юридического лица. Так, запишите на бумаге, чтобы не ошибиться. Сейчас киньте мне материал, я пойду к Лене, к жене старости. И она сразу сообщит ему в районный центр. В составке там, сколько строчек, строчек 10, напишите. Да, обращение будем готовить постепенно, потому что в данном случае это оправданная тактика наших действий, оправданная тактика. И я считаю, что Устиновая, чтобы ничего не получилось, эта заявка пускай официально уходит туда, к чиновникам. Если они будут отказывать, мы будем оспаривать эту отказ. Юрий, напишите, коротко, напишите, так сказать, строчек 10. Я сейчас уже поеду к жене старости, она им сразу передаст это по электронной почте. Я хочу сказать, Федор Тихонович, не будем сейчас задерживать, будем сейчас оставлять бумаги. Напишите, чтобы потом мы опять неправильно какие-то слова поставим или что-то. Они за все хватаются. Что с березками-то было? Ведь все-таки оштрафовали. А на суде все закончилось, ничего и нету. Какой-то нашли пень большой и говорят, а вот под этой лежали, ничего нету. На нас повесили и все, 25 тысяч сгладили. А у меня пенсия 12 тысяч. Хорошо, Федор Тихонович, будем писать, не будем большое время сейчас занимать. Вы сейчас приняли задачу. Вы сейчас мне напишите хоть несколько строчек, чтобы я знал, как составить этот документ. На вечное пользование, бесплатно, там вот эти слова, как. Да, да, община Антима Никобедийского, правильно я помню? Да. Все, сейчас найдем данные. Да, 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 да. Она зарегистрирована в Краевом отделе юстиции. Принял, Игнат Тихонович. Благодарю за внимание. Будем сейчас это готовить, материал. Прям сейчас надо, чтобы я успел сегодня сделать-то. Так, я благодарю вас, эту женщину. Простите, я не знаю, как звать. Спасибо, Христос. Викторовна, да, хорошо, Игнат Тихонович. Все, приняли, благодаря им. Игорь, это сказать, Юрий, помогите, мы в долгу не будем. Мы все время молимся о людях, и кроме того, нам есть чем отблагодарить. У меня Новый Завет вышел, трехтомник. Во славу Божию, Игнат Тихонович, договорились. Сейчас будем составлять и отправим проект. Хорошо? Прямо, 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 вы тогда на эту, на Елену выходите барабашьте, она сразу отошлет. Все, благодарю, благодарю, Игнат Тихонович. И я бы хотел, ну, пока вот, неопределенность. Вот, это я скажу позже, отдельно позвоню тогда по этой теме. Ну, в общем, мы просим, помогите. Я говорю, в долгу мы не останемся. Взяткой считается все, кроме книги. Тем более, я автор. Хорошо, Игнат Тихонович. Спасибо, Христос. Аллилуйя. С Богом. Аллилуйя. Да, ждем. Продолжение следует.